Сегодня мы в первую очередь, наверное, поговорим о преддверии открытия вашего этого центра нового. Скорее всего, разговор у нас будет более в таком актуальном ключе. Это один из самых актуальных вопросов домашнего населения. И первый вопрос, почему именно в Карагандинской области первый центр решили открыть? Это не показатель того, что у нас в области больше домашнего насилия, бытового? Нет, в первую очередь я хотел бы сказать о том, что идея создания единого центра помощи семье. У меня зародилось еще в Министерстве внутренних дел, откуда я был командирован в Карагандинскую область. До этого, с 2019 по мае 2023 года, я возглавлял Следственный департамент Министерства внутренних дел. И проблема семейно-бытового насилия, она является, наверное, очень актуальной, животрепещущей. И одним из тех направлений, где органы внутренних дел, казахстанская полиция в свете построения нового справедливого Казахстана проводят постоянные реформы в партнерстве с гражданским обществом. Прежде всего, хотел бы отметить о том, что вопросами профилактики, а именно предупреждения, преступления в сфере бытового насилия, домашнего насилия, это, наверное, то направление, где сегодня полиция должна, наверное, принять все необходимые меры. В первую очередь, слышать, о чем, какие проблемы у общества, какие проблемы сегодня необходимо разрешать, помогая и участвуя в процессах по профилактике борьбы с преступностью. Почему? Потому что семья, да, как мы знаем, это ячейка общества, и много правонарушений, которых административного, уголовного характера носят в себе латентный характер, то есть о которых мы не знаем. И так называемые новые сегодня понятия, такие как абьюзерство, да, где мужчина доминирует, позволяет себе применять насилие, к сожалению, это то, что неприемлемо в сегодняшнем современном обществе, и это является, наверное, вызовом не только к правоохранительным органам, но и всем государственным органам. Теперь для того, чтобы действовать сообща и получать результат, мы понимаем, что не только казахстанская полиция должна действовать, и вот по тем лекалам, как мы раньше работали, да, привезти в райотдел, да, домашнего насильника, привлечь его к административной ответственности, мы видим, что эти механизмы, которые раньше применяли, они не действуют. В первую очередь, например, имея опыт работы с нашими депутатами Мажлиса, Сената Республики, имея большой опыт общения с представителями неправительственных организаций, мы до того, как внедрить, выйти с предложением к Акиму нашей Карагандинской области, Ермагомед Кабдулычу Буликпаеву, я привез с собой большой материал, большой аналитический материал, который получил сам, уже находясь не только в стенах парламента, не только в общении с представителями неправительственных организаций всей страны, а у меня, будучи работая руководитель на средствах департамента, я объездил весь Казахстан, изучал не только уголовные, административные дела, сталкивался, скажу честно, с тысячами судеб наших женщин, детей, которые, значит, к сожалению, пострадали от домашнего насилия. И, наверное, настоящие перемены казахстанской полиции общество должно почувствовать, когда мы, полицейские, вот именно в региональном уровне, да, в данном, в областном уровне, в районном уровне, будем по-настоящему заниматься и заниматься, используя современные методы борьбы с домашним насилием. И здесь, наверное, самое важное, это профилактика, предупреждение, работа с обществом. Мы понимаем, для многих людей прийти в полицию уже что-то случилось. Казахстан Берсуэзевар, яд пола, многие наши семьи, многие люди говорят, ой, будет стыдно, невозможно раскрыться. Поэтому, имея передовой международный опыт, а мы были в Южной Корее, изучили очень хорошую, серьезную такую программу, называется она «Подсолнух». Это помощь, оказание семьям, это борьба с латентным домашним насилием. Изучили немецкий опыт программы «Одара». И сегодня могу сказать о том, что при поддержке Акима нашей области, вот мы буквально находимся в преддверии официального открытия единого центра помощи семьи. Но неофициально у нас этот центр уже функционирует с июля текущего года. Самое главное, наверное, я хотел сказать о том, что статистика в целом по домашнему насилию нам показывает, что в прошлом году было совершено 50 уголовных правонарушений, в этом году 66 идет снижение на 24%. Между тем, всего у нас совершено более 1924 административных правонарушения, которые именно по обращению по домашнему насилию. И мы провели анализ тех случаев применения насилия, тех случаев домашнего насилия и сделали выводы, что необходимо применять новые подходы. Но это не значит, прошу прощения, это же не значит, что именно в Караганде у нас очень большое количество домашнего насилия. Нет. Либо это... Почему именно, я имею в виду, у нас в области первым открыли? Может быть, из-за того, что вы эту идею в голове варили долгое время? И когда вот назначили вас... Скажу честно, будучи руководителем департамента, будучи первым руководителем полиции области, эту идею мне получилось реализовать здесь, уже непосредственно в Карагандинской области. И я скажу, что опирался не только на статистику, да, мы говорим об административных правонарушениях, о практически 1194 административных правонарушениях, обращениях, которые были о домашнем насилии. Мы самое главное говорим, наверное, о тех новых подходах, которые можно внедрить. И сегодня я имею возможность эти новые подходы внедрить здесь, в Карагандинской области. И самое главное здесь, наверное, взаимодействие с местными исполнительными органами. В данном случае, наверное, полное понимание, полное, наверное, понимание той ситуации, что нужно принимать сейчас, действовать, как сказал наш глава государства, президент нашей страны, Касыжи Мартиневич Тукаев, нужны инициативы. Нужны инициативы, нужна их реализация. И действительно, я исхожу из посыла того, что Казахстан сейчас в новой реальности находится, и сейчас время действия. И если мы говорим о полиции, то мы должны заняться самым, наверное, сложным направлением в деятельности казахстанской полиции, это семейно-бытовое насилие. Здесь не нужно бояться, здесь нужно применять новые методы. Будут ошибки, будут недостатки, но дорогу осилит идущий, а кто любит дорогу, тот находит вклад. Поэтому я считаю, что везде, вот во всей казахстанской полиции, я общаюсь со своими коллегами из региона, многие мои коллеги, любая область, и столицу Астану взять, Алмату, Шенкен, везде сейчас первые руководители департаментов полиции применяют новые подходы. Здесь же, вот в Карагандинской области, одним из так называемых ноу-хау, я считаю, это открытие единого центра помощи семье. В чем преимущество этого центра, данного центра, по сравнению, например, с теми же кризисными, например, центрами или домами в этих благотворительных фондах, в неправительственных организациях, которые создают? В чем преимущество? Мы, наверное, говорим не больше о преимуществе, наверное, мы говорим о том, что функционирует в едином центре помощи семье, и из чего он состоит, и для чего он создан. В первую очередь хотел бы сказать о том, что здесь у нас в едином центре помощи семьи это 500 квадратных метров, это полное материально-техническое обеспечение, и здесь полное, значит, коннект, полное взаимодействие с представителями гражданского общества, которые заинтересованы, которые живут и которые считают своим долгом гражданина заниматься именно семьей, заниматься проблемами в семье. Здесь мы говорим не только о том, что случилось, мы говорим о том, что может случиться, и как нам действовать до того, как какие-то последствия для семьи наступили. В первую очередь... Более профилактически. Более, да, у нас основной профилактически, основной метод, который мы здесь используем, метод единого окна. В первую очередь, значит, я хотел бы сказать о том, что по поручению главы государства у нас создана, значит, следственная служба из числа женщин, которые занимаются расследованием преступлений против половой неприкосновенности в отношении женщин и детей. Здесь мы говорим о том, что этим направлением занимается следователь. Второе, кто у меня находится здесь, это инспектор по делам женщин. Вы знаете, значит, что инспектор по защите интересов женщин от насилия этого специальной службы в системе местной полицейской службы. Все. Второе. Третье, значит, немаловажный аспект, вы знаете, да, это профилактика и борьба с наркотиками, да. На это особое внимание уделяет наш глава государства, президент нашей страны, Касангумат Киндич Лукаев. И здесь у меня как раз работают оперуполномоченные по противодействию наркобизнесу. Четвертый сотрудник, да, и я дальше расскажу, почему, это инспектор миграционной службы. В данном случае на сегодня в системе органов внутренних дел на инспекторов миграционной службы возложена обязанность по установлению, поиска должников по алиментам. То есть семья, алименчик, который не платит денежные средства на содержание своей семьи, своих маленьких детей. И вот здесь этот инспектор, который занимается, он тоже находится у меня здесь. Пятый сотрудник, который у меня находится в этом центре, это инспектор пробации департамента уголовно-исполнительной системы. То есть человек, который занимается осужденными, в отношении которых применили замену мягкого наказания, либо применили условно-досрочное наказание, либо тот человек, который ведет учет освободившихся из мест лишения свободы. А кто у нас освобождается из мест лишения свободы? Взрослые люди, да, мужского, женского пола, которые нуждаются опять-таки в помощи, которые нуждаются в ресоциализации, чтобы им помогли устроиться на работу, им помогли вернуться в это общество. Поэтому вот этот полицейский блок, который есть, мы сделали анализ, и мировая практика, и сегодняшние вызовы, мы посмотрели, сделали выводы, что наиболее лучший контакт с людьми, взаимодействие с неправительственной организацией как раз осуществляет наши женщины полицейские, которые наряду с мужчинами добросовестно, честно несут, не считая с личным временем, свою службу. И сегодня мы еще в рамках единого центра ввели такое, наверное, первое ноу-хау, и я вас сегодня ознакомлю, покажу. Объединив инспекторскую службу, объединив эти службы, мы создали здесь же в центре женский полицейский участок. То есть мы говорим о силовом блоке. Что теперь представляет из себя гражданский блок здесь в едином центре помощи семьи? Прежде всего, юрист. Гражданский юрист, женщина, неправительственная организация, они у нас здесь работают. Второе, это психологи. В данном случае это общественное объединение СНН, известный в нашей области психолог Ульмира Утымшина работает. Следующие, какие часто проблемы сталкиваются в семье, это, ну, порой, честно говоря, незнание, как использовать заработанные финансы, да? Вроде не касается сегодня, да. Мы сегодня даже посадили, дали офис, дали кабинет в едином центре помощи семье, финансовым аналитикам, которые могут помочь семье рассказать, как правильно распорядиться семейным доходом. То есть мы видим, какое огромное количество у нас жертв, ставших наших граждан, ставшими жертвами не только финансовых пирамид, но и интернет-мошенничеств. И здесь нам как раз финансовые аналитики, да, гражданского общества помогают людям получить информацию, как защититься от тех же интернет-мошенничеств. Сегодня их доля превышает 60% от всех преступлений, которые у нас в Карагандинской области. В данном случае они могут рассказать о таких приложениях, как HostDisk, RustDisk, AnyDesk, которые скачивают наши граждане. Как не стать жертвами таких, как ваш родственник попал в ДТП, дайте, передайте деньги и прочее, прочее. Следующее, кто у нас работает, естественно, очень много вопросов, и такая тонкая вопроса, вопрос религии. То есть люди где-то, не дай бог, ушли в какие-то секты, да, в какие-то группы. Сейчас достаточно просто по ссылкам в интернете, да, зайти и попасть в какое-то нехорошее, религиозное, там, сообщество, которое не ведет правильно, может вести к какому-то суицидальным действиям и прочее. Поэтому у нас здесь от управления по делам религии работает уполномоченный, профессиональный специалист, именно теолог. Следующее, кто у нас работает, вот мы говорим о семье, тем же, значит, сотрудники, где наши помогают найти, значит, алименщиков. Естественно, здесь нужна консультация, здесь нужна помощь тому, чтобы от человека, у нас много мужчин самозанятых, да, в такси работают, репетитами работают, где-то подрабатывают, просто отказываются платить, и все, отказ содержать. Здесь, естественно, вот такой злостный алименщик, злостный неплательщик. Мы приглашаем семью, мы говорим, мы беседуем, по маприводу привлекаем всех тех специалистов, о которых я сказал, и здесь же функционирует у нас судебный исполнитель. То есть мы дали офис частному судебному исполнителю, и он занимается с нами, и здесь же помогает нам на сегодня, на сегодня, буквально за неполные три месяца, мы уже более 152 человека получили денежные средства от злостных неплательщиков, и нам судебные исполнители помогают с тем, чтобы люди заплатили на содержание своей семьи. Здесь же, в этом центре, нам при помощи Акимата также функционирует служба, которая помогает с трудоустройством. То есть многие злостный алименщик говорят, вот, жму сынжок, у меня работы нет, и так далее. То есть здесь же, в этом едином центре, эта служба функционирует. В целом, подытоживая, вот о функционале единого центра, я хотел бы сказать, наверное, самое главное, здесь принцип единого окна. Здесь мы понимаем, вот этой проблематикой мы не должны были заниматься только в стенах полиции. Вы знаете, да, там у нас мы работаем и с убийцами, и с грабителями, и с разбойниками. Как можно было представить, чтобы эту работу, очень серьезную, тонкую, мы бы осуществляли в полиции. Как нам многие говорят, ну, там серое здание, там на нас давят, там есть дежурная часть, да, и прочее, прочее. То здесь, видите, да, какие созданы прекрасные условия с тем, чтобы в спокойной работе достигать результата. Результат у нас цели одна, помочь людям. Помочь по-настоящему, не для статистики, а для того, чтобы люди поняли о том, что государство в лице по поводу домашнего насилия, криминализации именно на вот этого правонарушения, так скажем, да, будет ли оно не плюс и минус? По-вашему? Ну, прежде всего, я хотел сказать о тех изменениях законодательных, которые были. Конечно, мы понимаем, что нужно использовать разные подходы. Если на протяжении практически долгого времени в стране, да, после постсоветского периода, наверное, юридическая наука и в целом состояние криминогенной преступности привело к тому, чтобы нужно было усилять уголовную ответственность, да, до поры, пока, значит, разобщили, помните, это были преступные группы, ОПГ были и прочее, да, было жесткое наказание, да, потом наступил период гуманизации, когда мы уже поняли, что все-таки исправятся люди так, есть возможность беседовать, есть возможность разговаривать, убеждать, но сейчас уровень домашнего насилия, наверное, самое главное, общественное мнение, да, и через депутатов, через неправильные организации, просто глаз народа, вы видите, да, любое происшествие, которое случится, буквально в течение нескольких минут, знает страна, поэтому применяемые новые подходы, и по инициативе Министерства внутренних дел были внесены ряд изменений в законодательство, прежде всего в административных законодательствах, если раньше, например, в целом был выявительный, был, значит, заявительный характер, да, административного правонарушения, то есть что, условно говоря, да, женщина от мужа, да, получала, там, телесные повреждения, подвергалась насилию, да, вызывала полицию, приезжал наряд полиции, приезжал участковый, то есть нужно было обязательно наличие заявления, да, и только после заявления наши сотрудники, органы внутренних дел, могли привлечь к административной ответственности, да, через, естественно, суд, этого, значит, домашнего абьюзера, да, ну, сегодня, значит, законодательства нам позволяет оформлять домашнего насильника без заявления, то есть уже работает выявительный характер, достаточно полицейскому прийти, увидеть ситуацию, опросить родственников, взять какой-то видеоматериал, да, узнать, в подъездах, в домах есть, все, составить материал и привлечь его к ответственности. Конечно, на первый случай, когда происходит данная ситуация, мы стараемся предупредить, провести разъяснительную беседу, но уже когда абьюзер совершает повторные правонарушения, то здесь уже срок его, значит, административного ареста у нас увеличен до месяца, поэтому ужесточение наказания, мы считаем, все-таки должно повлиять, и мы видим даже вот снижение на 24% Карагандинского в области, да, правонарушение в сфере семейного бытового насилия, оно дало свои плоды. Следующее, наверное, хотел бы рассказать по изменениям в уголовном кодексе. Да, это вот требования тоже общества, глаз народа, тоже мы проанализировали ситуацию, условно говоря, если за, на улице там незнакомый мог ударить, условно говоря, нанести телесные повреждения среднее, тяжкое, да, то мы вменяли такой квалифицирующий признак, как из хулиганских побуждений, у нас были все основания применить меру крещения, связанную с изоляцией, с содержанием под стражей. К сожалению, если это происходило в семье, да, была материальная иная зависимость, то, условно говоря, если муж побил жену, да, там где-то сломал ей руку, палец, то преступление относилось к категории небольшой тяжести, и мы этого домашнего насильника, представляете, даже не могли изолировать от общества, избрать меру пресечения, содержания под стражей, то после изменений в текущем году мы внесли изменения в сфере семейно-бытового насилия, то есть сейчас если правонарушение применения насилия произошло в семье, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, либо среднего вреда здоровью, да, какие-то переломы, переломы, тяжкие последствия, то сейчас мы не просто привлекаем по уголовной ответственности, исходя из дополнительных квалифицирующих признаков, например, отчетчающих такое состояние алкогольного опьянения, отсутствие работы, постоянное место жильца, мы по согласованию с прокурором в рамках трезвенной модели уголовного процесса и судом применяем меру пресечения содержания под стражей. И эти методы действенны, и они уже показывают свою эффективность и результативность. По поводу ценжа-абюзера. Нередки случаи, когда жертвой домашнего насилия в начале звонят по 102, вызывают наряд полиции, а когда полиция либо участковый приходит, они отказываются. Вот эти отказы, насколько они влияют на вашу работу, на работу полицейских? И как с этим надо бороться? Что надо с этим делать? Здесь, конечно, бороться, это все зависит от жертв насилия. Здесь действительно, наверное, наша общество... С чем это связано? Наша общество продвинулась, она идет вперед. Хочу сказать о том, что сейчас наши женщины многие самостоятельны, многие воспитывают детей и успевают и работать, и заниматься детьми, заниматься спортом, заниматься бизнесом, еще быть в соцсетях. К сожалению, есть и у нас случаи, где действительно происходит домашнее насилие в семье. И женщины, я тоже понимаю, вот опять пресловутые, яд, палаты, осудят соседей, осудят родственники, опять как-то скажутся на семье, пытаются найти оправдание даже той ситуации, которая была, не заявляют. И я вот сейчас говорю, как раз изменение законодательства, оно позволяет нашим сотрудникам полиции, даже при отсутствии заявления, поступив, взяв это сообщение, наши полицейские не просто разворачиваются, уходят, наши полицейские обязаны привлечь к ответственности, предусмотренной законом. То есть они осуществляют полный комплекс следственных мероприятий, опрашивают соседей, опрашивают мужа, опрашивают семью, опрашивают детей, опрашивают родственников, берут записи из видеокамер и составляют материал. То есть сейчас, даже понимая, что заявление трудно женщине написать, она не хочет его даже привлечения, мы в любом случае в рамках действующего законодательства привлекаем к предусмотренной законам ответственности. Это уже законодательство действует, действуют на абьюзеров. конечно действует. Я больше уверен, что оно действует. Почему? Потому что здесь, наверное, больше вопрос, опять-таки, мы говорим о профилактике, где жертва насилия идет полицейский. Мы говорим в целом об обществе. Чем должно заниматься общество? Мы должны понимать, что женщина, в данном случае, дети, пусть взрослые, все должны знать Конституцию, все должны знать свои права, знать то, что каждый человек в Казахстане, независимо от его национальности, вероисповедания, расы, находятся под защитой государства. И сейчас задача полиции через профилактику, через разъяснительную работу, через работу таких центров наладить, наверное, диалог с обществом. Почему? Потому что общество это и есть люди, это и есть наши женщины, это и есть наши дети. Сегодня мы должны понимать о том, что заниматься проблемами семьи должна не только сама семья, как бы банально это не звучало, помогать должны все. Спасибо вам огромное за то, что вы ответили на наши вопросы и хочу пожелать удачи в вашей работе, работе центра этого и чтобы у вас в дальнейшем были только хорошие показатели. Спасибо. Спасибо.